приветствую всех друзья на канале rzon games мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту majestic rp в прошлой серии мы посмотрели на ряд представленных здесь работ на их несбалансированность на мой взгляд и остановились на следующем выборе работы уже следующего класса а именно работа мусорщика и вот сейчас мы находимся как раз таки на вот это вот территории предназначены для работы мусорщика ну идем к этому человечку конфиски и устраиваемся здесь пока представлена только одна профессия это водителя мусорного грузовика вот так это все оформлено видите надо взять его в аренду выбор цветов кстати есть машину можно брать любого цвета какого вам угодно но здесь есть повышение в этой работе тоже можно доработаться до некого повышения но мы пока этого увидеть не можем по аналогии со строительной площадкой здесь тоже надо пробежать вернее на строительной площадке нужно было пробежать 350 или 500 точек в зависимости от той профессии какой вы хотите получить то же самое здесь здесь какое-то запредельное количество точек нужно сделать чтобы вас повысили у этого npc у которого мы сейчас подходили есть некая графа задания так вот он этих заданий пока не дает то есть нужно набить вот это количество точек сама же работа мусорщика мне очень понравился как я и говорил уже в прошлой части задумки на этом проекте интересные исполнения дурацкая дурацкая в крайнем по крайней мере в этом случае это запредельное количество этих точек но как видите есть промежуточное движение персонажа видите нам надо подбежать взять мешочек и утилизировать его машине ну прикольно сделано по крайней мере в этой работе есть разнообразие и не надо отвлекаться на всю клавиатуру бить по каким-то клавишам единственный недостаток этой работы это то что очень мало за это платят как вы увидели за это платить всего 26 долларов но и надо понимать что машина нам стоило 500 долларов топлива в ней мало поэтому заправляться тоже надо за свой счет ну и сама работу не назовешь ее быстрой потому что надо доехать как видите вода горит желтый триггер к нему надо подъехать лучше подъехать поближе взять мешок отнести бросить его ну как бы это не очень быстро происходит но защиту надо сказать что бывают локации ну вот как мы сейчас поедем например где очень много мусорных мешков то есть я ставлю посредине машину вот в этом дворе и тут их штук наверно 10 мешков просто бегаешь собираешь ну денежка фармится достаточно быстро жаль что таких локаций достаточно мало ну и естественно что нафармить вот таким вот образом 350 точек чтобы получить какое-то повышение ну тоже дело непростое и что за повышение я честно говорят не знаю скорее всего мне так кажется что этот песишка выдаст вам эвакуатор я видел здесь эвакуатор и скорее всего что вот это продолжение вот этой работы но еще об этом говорит что на территории где мы брали машину есть красный огромный триггер куда надо сдавать битую технику исходя из этого я и предположил что следующий шаг в этой работе это работа эвакуаторщика но это не точно а набивать 350 точек вот таким вот способом желания нет никакого поэтому будем надеяться что это так но показывать это я не буду вообще на этом проекте я провел огромное количество времени все это время было связано с этим оформлением потому что ну процесс вы сами видите очень долгие все процессы очень долгие сложные и за все это время я видел всего один эвакуатор то есть из всего присутствующего здесь контингента игроков нашлось очень мало тех кто захочет пофармить вот таким способом ну я как видите нахожусь на проекте уже больше двух часов пытаясь показать вам как здесь можно подняться самых низов и это я еще пересоздавал персонажа а многие обжигаются и покупают ненужные им лицензии но спустя два часа тяжкого оформления как вы думаете что со мной произошло а произошло все то же самое что и на всех проектах связанных с рейдж mp платформой ко мне конечно же подъехали мега рпшники и завели диалог которого я до цели но никогда не слышал но послушать его наверно будет интересно ну вот такое вот рп здесь происходит целый день ничего другого здесь больше не услышишь тут целый день друг друга грабит но не только здесь я уже говорил что это свойственно всем проектам на базе gta 5 ничего здесь больше делать не умеет никто только грабежи только грабежи целый день этим ребятам пришлось объяснить что я мусорщик у меня всего 300 баксов это первое второе я не могу выйти из машины потому что у меня таймер который не я придумал если таймер закончится пропадет и машина и пропадет все но объяснить что нибудь этим чудо рпшником очень и очень сложно меня спасла вот эта вторая машина они начали грабить друг друга и этим отвлеклись погнали там уж я не понял кто кого-то начал грабить но они очень уехали наверное там друг друга грабят за углом не знаю слава бог что от меня отстали ну вот такая в общем работа и вот такой рп соответственно для всех проектов gta 5 а жаль хорошие есть перспективы у этих проектов но к сожалению очень и очень слабый рп как-то в комментариях мне написали а чё ты бомбишь это же медиум рп да это не медиум рп это это light рп это литл рп это блин это нон рп я не знаю как это изи рп здесь кроме как стоит ограбление ничего не услышишь и в моих обзорах можете посмотреть одно и то же стоит ограбление стоит ограбление все ничего больше как это можно назвать медиум это не медиум это вообще не хоть ни с чего никак это ничто блин и вы знаете я думаю что даже не люди в этом виноваты то сами вот а чем еще заниматься на этом проекте вот этим вот людям к ним пацанал а там ну по голосу по центре вы же слышали вот чем им еще заниматься на этом проекте вот так вот фармить ну даже я бы не стал фармить если бы не надо было делать обзор как я говорил еще в первой части я бы уже давно плюнул и ушел с этого проекта естественно это скукотища жуткая скукотища несбалансированная никакая естественно что делать этим людям вот они садятся в машину начинают грабить всех мусорщик не мусорщик им насрать но это даже не медиум рп это вообще никакой рп ну а тем временем мои приключения связанные с работой мусорщика подходит концу я накатался надо машину отогнать обратно на базу и уволиться уволиться надо обязательно потому что ты не сможешь устроиться на следующую работу а следующую работу уже хочется посмотреть потому что здесь меня уже честно говоря под надоело как я и говорю что абсолютно нет баланса в этой в этих профессиях в любой все слишком тяжело и слишком много по количеству напомню да что надо было 350 точек проехать чтобы получить повышение ну а вот там впереди тот самый красный триггер на который как видимом потом надо будет привозить битые машины ну как видите там так и написано но до следующего шага на этой работе я уже не доживу я увольняюсь с этой работы чтобы перейти на следующий этап и показать какая еще работа здесь присутствует но дальше на самом деле забегая вперед скажу что ничего интересного мы уже не увидим все самое интересное было сейчас вот здесь на работе мусорщиком дальше все очень банально и тоже очень скучно но в первой части этого обзора я говорил что мопед можно взять в аэропорту у некого нпс-шки который почему то может быть это только в моем случае но он больше на этом месте не появлялся я прибегал в аэропорт но нпс-шки который выдает мопеды там не было может быть не утверждаю может быть это только у меня он не появился не прорисовался но как бы то ни было до следующей работы мне пришлось бежать пешком а это достаточно длинное расстояние для пешкобега блин ну вот она перед нами работа дальнобойщика как я и сказал ничего такого здесь нету она достаточно стандартная наверное как на большинстве проектов но исполнение этой работы здесь все же таки свое во первых опять нас встречает диалоговое окно а во вторых здесь есть выбор машин и как видите представлены три я к сожалению могу работать только вот на этой на пикапчике стоимость аренды вы видите но еще есть такая фишечка можно выбрать любой цвет в основном это обычно бывает что свет дается рандомно или один и тот же ну вот такой у нас пикапчик как только вы садитесь в машину на карте появляется точки где вы можете взять груз первая же точка находится здесь же в порту туда мы едем с . погрузки достаточно скучная в общем-то его про нее говорить нечем хотя можно было бы сделать какую-нибудь анимацию погрузки и чтобы появлялся в фургоне груз но мы вот так заезжаем на триггер нажимаем ей все как бы считается что мы взяли груз теперь автоматически прокладывается путь до конечной точки в этой работе тоже есть какое-то запредельное количество точек которые надо посетить для какого-то повышения но что за повышение я так и не понял потому что следующий шаг вашей как бы карьерной лестнице это права категории b cdlb то есть уже большие грузовики как только вы заработаете на них на то есть 15000 чтобы купить cdlb вы можете просто брать большой грузовик и ездить на нем ничего выше этого здесь нету вот зачем точки нужны тут я не разобрался ну единственный нюанс в этой работе про которую можно сказать это зависимость от автомобиля то есть если у вас маленький автомобиль вот как у меня пикап то естественно вы будете получать всего полторы тысячи ну естественно чем больше грузовик тем больше денег и еще один нюанс у маленьких машин точка погрузки и разгрузки немножко дальше чем у больших ну вот это все нюансы это работа а так какая машина у вас в принципе без разницы точки абсолютно одинаковые но вернее не точки одинаковые а сама работа сама в себе работа абсолютно одинаковые едете от одной точки до другой все в этом весь смысл этой работы но это не только на этом проекте такая скучная работа дальнобойщика на всех проектах но таким образом здесь выполнена заправочной станции менюшка очень приятная симпатично выглядит единственное что мне не понравилось чтобы понять какой у тебя вид топлива надо взаимодействовать с машиной через букву g но гораздо проще методом тыка выбрать вот здесь на каком виде топлива есть твоя машина как видите когда вы выбираете неправильно выскакивает табличка как вы только выберите правильный все заправка пошла вот такая вот штука здесь еще есть ну а дальше вам предстоит ездить от точки к точке получая в зависимости от дальности расстояния от 400 до по-моему 550 долларов но как я сказал в зависимости от того как господин рандом вас отправит может быть далеко а может быть рядом все зависит от рандома так что дальше геймплей очень скучно ездите по точкам собираете денежки ждете когда у вас ограбят вот и все а вот следующий шаг в развитии вашей карьеры будет работа инкассатором где можно устроиться в ближайшем банке даже не ближайшем банке на самом деле в одном из банков не в каждом банке берут на работу в каждом банке можно оформить карточку а вот принимают на работу только вот здесь вот здесь стоит человечек вот у него там и устраиваемся дальше схема идет стандартная вам предлагается грузовик он здесь всего один на выбор но тоже можно покрасить свой цвет какой вы хотите я всегда выбираю чем посветлее желтенькая оранжевая все сейчас мы появимся в самом грузовике и надо сказать что вот эта работа мне тоже понравилась понравилась она во первых тем что у нее тоже как его мусорщика есть такие декие промежуточные движения это хоть как-то разнообразит ваши геймплеи не будет так скучно давить одну кнопку и изредка повороты здесь вы есть хоть какое-то разнообразие а именно здесь надо поехать для начала загрузиться деньгами в банке а потом ездить по точкам по банкоматам и развозить эти деньги нечто подобное я уже показывал но там было все наоборот мы собирали в банкоматах деньги и привозили их банк здесь же все вывернуто в другую сторону здесь мы берем деньги и развозим их по банкоматам но принципе работа не такая скучная и вот как видите идет в правом нижнем углу временная шкала которая нам как бы говорит о том что идет погрузка денег хотя можно было бы мне кажется сделать какую-то анимацию чтобы погрузчик вывозил ну или что-нибудь такое я понимаю что это сложно но это было бы красивее но после загрузки начинаем ездить по точкам которые нам прокладывает навигатор но еще один небольшой плюс этой работы это то что ее отличает например а той же армия присутствует физики эта машина очень тяжелая и если вас захотят ограбить посреди трассы то столкнуть вас с дороги будет так сложновато так скажем поэтому есть такое небольшое преимущество но если будет 2 3 машины то вас равно столкнут но таким вот образом выглядит сама доставка денег к банкомату вот опять вроде бы как ну какую-нибудь анимацию бы добавить до что он дом открыл какой-то ящик что-нибудь положил было бы гораздо красивее интереснее атмосфер не ну ладно сделано как сделано едем дальше но это я все рассказал о плюсах этой работы есть и минус минус один это низкая оплата все-таки здесь самая топовая работа это дальнобойщиком на большом грузовике то есть эта работа не самая дорогостоящая поэтому это такой тоже можно сказать весомый минус этой работы хотя на мой взгляд гораздо интереснее работа дальнобойщик а вот и кстати один из дальнобойщиков так выглядит . погрузки у них никакого антуража просто крутится на месте и отъезжает но мы приехали на него смотреть мы приехали на обед в магазин заодно посмотрим что там продается и да на этом проекте надо есть пить в общем то ну еще надо не мешало бы наверное приобрести планшет и телефон что мы сейчас и сделаем кстати еще заметьте продается гитара и очень много тех кто не хочет фармить стоят на площади играют на гитаре еще также имеется удочка как и на многих проектах и инструмент для починки автомобиля также продается и канистры но и всякая электроника во всем я не разобрался я еще купил ключи но зачем они я не так и не понял если сесть чужую машину вам напишут у вас нет ключей а вот у меня есть ключи а он все равно пишет у вас нет ключей зачем эти ключи я не понял бог его знает надо разбираться но так выглядит менюшка она очень напоминает армурскую тему и вот слева то что вы бросите на землю а справа это ваш ваш инвентарь если подойти вплотную к машине то слева загорится инвентарь машины ну так сказать багажное отделение машины также на этом проекте присутствует телефон но телефон какой-то очень мало функциональный я не очень разобрался для чего эти все фишки нужны пожмыхал пожмыхал может быть у меня какая-то симка не то или может я вообще не купил я не знаю но тут что-то нихрена не работает можно только звонить если у вас есть контакты вашего друга там с ним можно будет созвониться так я не понял зачем есть еще планшет но планшете вообще рабочая одна всего лишь иконка это вот этот дом то есть вы можете посмотреть состояние своего дома наверное все остальное это просто нарисованные плюшки еще есть меню gps так называемая она очень помогает пользоваться картой потому что на карте очень много чего не отмечено но через gps через этот он включается отдельно можно найти там магазины банкоматы одежду но очень такие вот штучки ну а дальше я решил отблагодарить себя за свое задротство как я говорил мопед я здесь не нашел поэтому пошел сразу покупать машину но машинки здесь вот такие магазинчик выполнен очень симпатично есть отражение единственный косячок который мне не нравится что машинки представлены в черном цвете как видите они плохо читаются то есть не видно ни этих изгибов переливов волнами в общем нету рельефа у машины надо бы покрасить какие-нибудь ну там например оранжевый красный цвет чтобы было видно бок машины будет у гораздо интереснее они видите все стоят в черном цвете список же автомобилей как вы видите большой но это еще не единственный магазин здесь тоже поделено на разные классы автомобилей потому здесь представлены вот какие то такие машины я не знаю что это за подразделение наверное бюджетные потому что я как раз нашел себе машину именно здесь самом конце списка почему то кстати обычно дешевые машины в начале списка здесь самом конце списка самые дешевые машины я ее хотел взять эту машину не только для того чтобы ездить а еще для того чтобы посмотреть как здесь выполнена рыбалка но скажу честно сил моих уже не хватило на какую рыбалку я не поехал но машины покупал для того чтобы грузить туда рыбу и ехать продавать остановила свой выбор вот на этой дешманской машинке и даже не знаю зачем экономил потому что но продолжать какую-то деятельность на этом проекте я не собирался не знаю зачем я сэкономила купила вот такую машинку и еще по поводу машин хотелось бы сказать что на этом проекте наверное на первом из тех проектов которые я посетил я нашел магазин грузовых автомобилей это не часто встретишь на проекты gta 5 здесь же есть грузовые автомобили и мы наверное на них еще посмотрим но беда в том что они очень очень дорогие ну а самих грузовых машинах о ценах на эти машины и ценах на недвижимость на этом проекте мы поговорим следующей серии а на этом у меня все спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго а Продолжение следует...